Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала Обницк ТВ! Мы в эфире самая аппетитная передача «Будем вкусно есть» и я, ее ведущая, Мария. Сегодня у меня в гостях очень уникальный гость – шеф-кондитер пекарни «Дольче Бьянка» и ресторана «Бьянка Росса» Старожко Нина. Нина, здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Нина, скажите нам, пожалуйста, что же мы сегодня будем такого вкусного готовить? Сегодня мы будем готовить самый наш популярный торт – это торт «Манго Маракуйя». А что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится куриное яйцо, мука пшеничная, сахар, свежемороженое натуральное пюре «Манго Маракуйя», свежая малина, сливки, ну и для декора клубника, гель, мята, пудра. Отлично! Тогда можно будет приступать к приготовлению. Да, можно. Сначала начнем с бисквита. Я тоже, да? Один перчатки, да, один обязательно. Давайте представим, что мы находимся на кухне, и вы мой шеф, я ваш подчиненный, вы будете мной командовать. Ну, набиваем яйца. Разбиваем яйца, да? Ну, да, в принципе, ингредиенты такие, которые можно достать абсолютно в любом магазине, да? Добавляем сахар. Так. И вставляем взбиваться. Пока у нас готовится бисквит, можно поставить в водяную баню для приготовления нашего мусса. Мы только что взбили яйца, а теперь что нам надо, Нина, туда еще добавить? Муку. Муку. Тогда снимаем, да? Да, снимаем. И будем добавлять муки. А сколько надо будет муки? 120 грамм. И муку мы добавляем постепенно и быстро перемешиваем венчиком, чтобы бисквит не осел. Это мы готовим сейчас бисквит. Бисквит для нашего торта. Нам потребуется два коржа. Собственного приготовления тоже они у нас будут, да? Конечно. Ничего себе. Это, мне кажется, на кухне, наверное, хозяйка потратит несколько часов для приготовления такого бисквита. Ну, берем лопаточку, перемешиваем еще раз, чтобы все промешалось у нас. Нина работает как настоящий профессионал на кухне, у которого запара такая происходит, и она все как... И делаем вот такие... Давайте вот сюда, чтобы было всем видно, что мы делаем. Размазываем бисквит по диаметру нашего торта. На глаз. Ну, вот у нас форма. А, вот форма. Вот что. И ставим бисквит в духовку при температуре 220 градусов на 7-10 минут. На 7-10 минут. Тогда поставим наш таймер. Все. Пока у нас выпекается бисквит, мы можем приготовить мусс. Мусс. На водяной бане мы... Что нам понадобится для этого? Водяная баня, миска, пюре, манго. И пюре маракуйя. Давай, все это мы добавляем сюда. Внесу свой вклад чуть-чуть. Сюда же, да? Угу. Так. Высыпаем сахар. А сколько сахара примерно? 220 грамм. Смотрите, какая точность у вас. И ставлю на водяную баню. Параллельно с этим замачиваем желатин листовой в холодной воде. На водяной бане делаем, пока у нас не растворится сахар. Это немножко займет времени. Нина, а можно я вас немножечко помучаю вопросами? Конечно. Расскажите о заведении, в котором вы работаете, Дольче Бьянко. Вот, может быть, кто-то не в курсе, да, что это за кафе, пекарня, кондитерская. Ну, мы себя позиционируем как кондитерское, кафе-кондитерское. Так нашу продукцию можно покушать и в уютной, красивой, приятной обстановке за столиком, выпить чашечку свежестваренного кофе или чая, а также можно взять с собой. Каждая наша продукция упаковывается в фирменную коробочку с нашим логотипом. Как интересно. А у вас только сладкие какие-то выпечки есть? Или, например, человек, который не ест сладкое, может к вам прийти? У нас очень большой ассортимент. Также у нас есть и пироги, дрожжевые, бездрожжевые, и слоеного теста выпечка, киши, роллы, сэндвичи, салаты. Как бы найдется на любой вкус покупатель. То есть все это у вас готовится непосредственно, да, вдоль Чебьянко? Ну, у нас два предприятия. Один непосредственно на Маркса 34, где готовятся в основном хлебобулочные изделия, салаты, роллы, сэндвичи. И при ресторане Бьянко Роса, где уже делается основное кондитерское. Интересно очень. То есть и пиццу можно попробовать, да, и сэндвичи. Да, да, да. А вот я очень люблю пирожное макарони. Оно у вас как, имеется в ассортименте? Конечно, имеется. Это поистине итальянское блюдо, без него не обойдется наше кондитерское. И тоже сами делается? Конечно, мы делаем все сами. Весь наш ассортимент делается из натуральных продуктов, высококачественных, с любовью. Все делается вручную. Срок годности у нас небольшой из-за того, что не содержится консервантов, каких искусственных заменителей. Все как бы натурально и что редко можно встретить на рынке предлагаемых товаров. То есть это и есть такая ваша небольшая фишечка, да, что у вас все действительно из натуральных ингредиентов, без всяких химикатов, ароматизаторов, да. Да, и поэтому у нас срок годности не очень большой. Каждый день мы выпускаем свежую продукцию, которая поставляется в наш магазин. Как интересно. Вот видите, дорогие телезрители, в нашем городе еще есть такое заведение, где можно попробовать только натуральные продукты. Приходите в Дольче Бьянка. А вас там, наверное, уже не встретить. То есть вы, как сказать, по ту сторону экрана можете участвовать. То есть зритель не увидит своего истинного героя. Нет, но если какой-то заказной торт, где, например, что-то покупатель хочет на свой вкус, на свое усмотрение, то, конечно, я всегда встречаюсь, непосредственно заранее обсуждаем это все, все детали, и я делаю заказной торт. Здорово. И на день рождения, и на свадьбы, и на какие-то корпоративы, юбилеи и так далее, да? Ой, вот где я буду делать свой следующий заказной торт, значит, в Дольче Бьянка. Обязательно. Только у нас. И любой сложности, то есть из мастики. Но стараемся угодить, да, любому покупателю, как бы. В любой форме, да, то есть, как бы, я представляю, сейчас у какой вот... Ну, фантазия у людей, да, сейчас очень разнообразная. Богатая, да, богатая. И каких-то спанчбубов хотят или еще что-то, и вы все пытаетесь это воплотить в жизнь, да? Да. Как здорово. Просто золотые руки. Жалко, вот и они сейчас в перчатках, вам сложно их увидеть, но они потрясающие, действительно. Что у нас дальше идет по ходу? Ну, у нас пока еще не растворилось, еще пусть постоит. Можно взбить сливки на наш торт. Да. Это, опять же, мы... Сливки тоже мы используем натуральные, то есть, с ними нужно вообще очень аккуратно. А любой жирности можно использовать сливки для этого торта? Нет, 35% самая минимальная. А, это даже минимальная. А что еще потребуется помимо сливок? Ну, все уже. Тут у нас мусс подогревается, чтобы сахар растворился. Потом мы соединяем все эти ингредиенты и все. Ну что, наш мусс там готов? Сливки, сливки мы взбили, да. С ними надо очень аккуратно, главное не перебить, потому что если их перебить, получится сливочное масло. Ага. Слушайте, такой нежный, воздушный. А этот тортик можно назвать низкокалориным? Да. Да? Да, конечно. То есть, люди, которые сидят на диетах, да, соблюдают диеты и правила и так далее, хотят не поправиться, им можно этот тортик, да? Ну, у нас бисквит уже готов. Вытаскиваем. Вытаскиваем. Итак, бисквит у нас готов, сахар тоже растворился, теперь доставим желатин. Я могу, да? Мария, помогите, да, мне. Просто достаете вот так вот, да? Да, просто достаете. Боже, вы мне ответственную какую-то задачу дали, я вдруг сейчас что-нибудь сидела. Так, и куда его? И ложим сюда. Так вот? Да. И перемешиваем венчиком, чтобы он растворился. В одной массе, да, получается? Да, чтобы растворился. Сахар у нас растворился и желатин. Расскажите еще немножечко о своем заведении. А вот постоянные клиенты у вас наверняка имеются. Вы для них какие-то, или вообще для клиентов, вы какие-то акции, там еще что-то придумываете? Да, конечно. У нас каждый месяц есть, ну, определенное мы блюдо выводим каждый месяц, делаем на него 25% скидку. Также на все хлебобулочные изделия за час до закрытия тоже действует скидка 25%. А во сколько у вас закрытие? Вдруг я приду прям по закрытию. В 9. В 9? В 9 вечера? Да, конечно, я понимаю, что в 9 вечера. Все, выключить можно. Так, выключаем. И теперь наше пюре с сахаром и с желатином мы ставим опять взбиваться. А для чего? А сейчас вы увидите. Не только я увижу, вы тоже увидите это. Оно увеличится раза в 3 в объеме. Поместится? Конечно, поместится. Ну вот, наконец-то мы избили мусс. Нина, командуйте дальше, что нам делать? Ну, так как бисквит у нас уже остыл, мы наши формы, которые будут объем нашего торта, вырезаем. Как мы это делаем? А, вот. Просто надавливаем, да. С помощью надавливания, да? Да, давай. Маш, помогай мне. Обязательно. Мы же как будто бы на кухне вашей кондитерской. Ой, ну раз уж мы заговорили, расскажи, пожалуйста, об истории Дольче Бьянка. С чего все началось? Ну, вообще, цех кондитерский был организован при ресторане Бьянка Роса для гостей нашего ресторана. И так как мы очень заинтересовали наших гостей, им понравилась наша продукция, мы решили открыть магазин при ресторане на Королева 6, который назывался «Продукт». Там мы выставляли всю нашу продукцию, которую мог любой не гость, а просто любой житель нашего города приобрести на свой вкус, на желание любой наш десерт. Затем мы зарекомендовали себя, наша продукция очень понравилась, и нам позволила открыть еще один магазин на Маркс 34, Дольче Бьянка, где тоже пользуются очень спросом большим к нам. Ходят разные люди, и бизнесмены, и дети, и жители нашего города. Утром часто приходят бизнесмены, обсуждая там свои деловые какие-то вопросы. За чашечкой кофе. За чашечкой кофе, да. Очень такая непринужденная, приятная атмосфера. То есть домашняя прям атмосфера. Такое ощущение, как будто пришла в гости кому-то. Да, в гости обязательно приходите к нам, будем рады видеть. Спасибо большое, обязательно приду и посещу. Я, конечно, сейчас сначала попробую наш очень вкусный торт. Итак, бисквит мы вырезали, берем наше кольцо, берем фольгу и делаем такое донышко, чтобы у нас мусс наш никуда не делся. Мы сюда его и будем выкладывать, в эту форму. Плотненько так делаем. А сколько же существует Дольче Бьянка уже? Мы открылись 6 декабря 2013 года. То есть совсем молоденький еще такой получается. Молоденький, но очень популярный. Вот, вот в этом-то как раз и уникальность, мне кажется, его состоит, что существует и всего не так много, а уже настолько популярен в нашем городке. И все, я уверена, что сходят туда с удовольствием, пробуют новые-новые десерты. Готовите же как-то разнообразивающее меню? Конечно, да, стараемся разнообразить наше меню. Смотрим уже на спрос. Даже сами люди говорят, что они хотят видеть в нашем магазине, из нашего ассортимента. Мы всегда прислушиваемся. И прорабатываем, что-то новое вводим, чтобы к нам приходило все больше и больше гостей. То есть человек пришел, там сказал, что я пробовал такой замечательный десерт, можете ли вы его тоже приготовить? Всегда прислушиваемся к мнению, да, это очень нам важно. Вот такая вот забота о своих гостях, как это мило. Так, ну, фольгой мы обернули наше колечко. И вот такой вот пленочкой, ну, можно так не делать, если дома, но чтобы это просто идеально у нас были ровные края, мы форму обворачиваем. Прям прокладываем, да, получается? Да. Ну, просто по бокам. А в принципе его, ну, да, в домашних условиях можно так и не делать, да, если вот такой вот... Так, на листик, потому что потом у нас будет убираться. И пропитываем сиропом. Сахарным сиропом. Это сахар с водой один к одному. Допустим, 100 грамм сахара, значит 100 грамм воды. Закипело, 5-7 минут прокипело. И снимаем, остужаем. Можно добавлять ликеры какие-нибудь, коньяк в сироп. Но это уже на любителя. Мы, как бы, стараемся алкоголя добавлять меньше, потому что, как бы, и детки кушают, и люди, которые за рулем, как бы, ну, лучше, чтобы это не отпугивало. А вы предупреждаете, например, если человек, да, сразу предупреждаете, если он выбрал какой-то десерт, что там есть небольшое, например, содержание чего-нибудь. Вы так... Вы не за рулем, я надеюсь, да? Нет. Итак, значит, у нас взбилось наше пюре. Добавляем туда сливки наши взбитые. Полностью все, да? Все, да. Вот как вы все-таки это ловко делаете? Мне надо мастер-класс у вас взять. И венчиком аккуратно перемешиваем. А много ли к вам ходят студентов? Или в основном все-таки больше бизнесмены и семейная аудитория? Все ходят. И бизнесмены, и спортсмены, и дети, и пожилые люди. Как и спортсменам тоже можно кушать всякие сладости? Конечно, можно. Даже нужно. Я думала, они все так следят за своей фигурой и не позволяют себе. Ну, насколько я знаю, у вас еще есть в продаже и макаронные какие-то изделия, и оливки, и вяленые томаты. Да, у нас очень большой ассортимент продукций, которые непосредственно прям привозятся к нам с Италии. Это макароны крупных сортов пшеницы, вяленые томаты, маслины, оливки. Прям можно приобрести и не сомневаться, что это какая-то там подделка там или еще что-то. Действительно, все привезено из Италии? Да. Ну, вы себя и позиционируете, как больше итальянская пекарня? Ну да, мы же, как сказать, получился наш магазин родом из ресторана Бьянка Росса, и вот взяли название. Дольче – это сладкая Бьянка Росса. Как бы, ну, вот так получилось, так создалось название этого магазина. Интересно, как. Так, ну, добавляем теперь наш мусс. И ложим маленькую. Везде? Да, по всему объему. Следующий – второй бисквит. Немножко надавливаем, чтобы у нас малина ушла в мусс. Также пропитываем. И выкладываем оставшийся мусс. А мастер-классы? Вы какие-нибудь даете на базе своей кондитерской? Да, у нас существуют в ресторане детские мастер-классы. Предварительно записываются детки, и я с ними провожу, делаем печенье, пряники, пирожные всякие. А что только для детей? Ну, есть еще взрослые мастер-классы, но тоже предварительно существует запись. Ну, когда набирается определенное количество людей, тогда он проводится. А мастер-классы, они какие-то тематические, там, готовим сегодня пиццу, или готовим сегодня торт, готовим сегодня пирожные? Или, в принципе, у вас как-то, ну, гости желают? Ну, нет. Ну, вот у нас шеф-повар проводит, да, свои мастер-классы. Ну, я в основном вот с детишками занимаюсь. Там разные возраста, и маленькие совсем, которых из-под стола даже не видно. И вот мы с ними делаем всякие печеньки, пироженки. Ну, чтобы и детям было интересно, и получалось, чтобы у них, как бы, не особо сложные. Да, да, я представляю, взрослому-то человеку иногда очень сложно что-то вкусное приготовить детишкам. Так, ну, все, теперь мы убираем наш торт в холодильник на 3-4 часа, чтобы мусс у нас застыл. Субтитры делал DimaTorzok Вуаля! Так и хотела сказать. Перекладываем на тарелочку. Надеваем. Удаляем пленочку. И мы продолжаем украшать. Да. Что нам для этого надо? Для этого мы берем пюре маракуйя, так как торт у нас манго-маракуйя. Чуть-чуть мы добавляем в мисочку. И чуть-чуть геля. И это смешиваем. Да. А что это за гель такой интересный? Гель для покрытия кондитерских изделий, чтобы они не заветривались. Он специально тоже где-то продается? Да, да, да. На заказ. Я теперь действительно, пообщавшись с вами, приготовив с вами вот этот торт, поняла, почему же люди к вам ходят. У вас действительно используются столько натуральные ингредиенты. А в наше время как раз это очень актуально, потому что на многих и кондитерских изделиях, и шоколадных продукциях везде пишут пальмовое масло, концентраты, идеи, вот эти вот все. А у вас все натуральное. И покрываем наш тортик. Так он становится более яркий. Чувствовали бы наши зрители этот аромат, который я сейчас чувствую. Как он вкусно и аппетитно пахнет. И, наверное, завершающее, да, уже действие. Да, клубничкой. Режем ее на две части. И выкладываем на тортик. По всему диаметру, да. Я думаю, что ваше заведение еще славится своим хорошим соотношением цены и качества. Все-таки у вас, получается, каждое изделие – это ручная работа, да? Да. Насколько я понимаю. Все делается вручную, с нуля. Да, все делают наши замечательные кондитера с большой ответственностью, любовью к тому, чего они делают. И даже хлеб для сэндвича, он выпекается тоже у вас. Да. Какой, вообще, какой труд колоссальный для приготовления вот таких вот вкусных продуктов. Да, и понятно, почему мой этот торт пользуется популярностью. Он и легкий, и физический, и очень вкусный. И доступный. Ну, чтобы оттенить так, чтобы он был у нас еще ярче. И привлекал еще большее внимание. Он, наверное, у вас на самом видном месте стоит. Украшаем мяткой. Он так и называется, просто торт манго-маракуйя. Да. Ничего не скрываем. Какой тропический, очень на тропике напоминает. Ну, и завершающий. Это что у нас? Сахарная пудра. Можно даже какую-то надпись делать. Да, мы надписи делаем любые, на любое желание. Можно заказать просто стандартный тортик и надпись. Как бы, если заказной тортик, то желательно лучше приходить дня за два, за три, чтобы мы обсудили это, подготовились. А если стандартный, то люди могут прийти в любое время и сказать, вот, хотим такой торт и надпись. Сразу. Надпись моментально можно получить? В течение получаса, да, мы можем сделать надпись. Но желательно лучше, конечно, заранее это все делать, чтобы все это было... Позвонить достаточно? Да, позвонить достаточно. Вот, если кто-то провинился, значит, идете на Маркса 34, заказываете вот такой вот торт и надпись «Прости меня». Я уверена, что любой человек простит, попробовав вот такой вот вкусный торт. Ну, давайте отрежем и посмотрим, и попробуем. Вы что, меня тоже угостите? Конечно. Торт приготовлен, кусочек отрезан. Остается теперь только попрощаться с нашим потрясающим шефом-кондитером. Первый раз у нас в гостях такой гость прекрасный. Нина, спасибо вам огромное. Вы для нас приготовили такой потрясающий и вкусный торт. Вы раскрыли секрет приготовления этого потрясающего и очень вкусного торта. Что вы хотели бы сказать напоследок нашим телезрителям? Ну, я хотела сказать спасибо, что пригласили. И очень рады будем видеть в наших магазинах «Дольче Бьянка» и на «Королево-6». Наши магазины, где вы можете попробовать всю нашу продукцию. А с своей стороны буду стараться изобретать что-то новое, вкусное, чтобы вам нравилось, чтобы у нас все было больше и больше наших дорогих и любимых гостей. Я уверена, что наша вся съемочная группа, наш любимый весь коллектив, я их сегодня же возьму за руку и приведу вдоль «Дольче Бьянка» или на «Королево-6». Кому как будет удобнее. И обязательно попробую самый свой любимый десерт – это макарон. Сразу вас предупреждаю, будьте готовы, ждите в гости, потому что уверена, что он будет приготовлен только из натуральных продуктов и из натуральных ингредиентов. Вам, дорогие телезрители, желаю не тратить свое драгоценное время у плиты и не готовить такие сложные десерты, а лучше приходите вдоль «Дольче Бьянка». У нас в гостях был шеф-кондитер Старошко Нина. До скорой встречи, до свидания и приятного аппетита! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!